Решил подзаработать на перепродаже военной амуниции. Я попал под уголовную статью. Житель Миаса может получить до 7 лет за посылку в Японию. Известно, что армейские каску и очки мужчина приобрел на одном из сайтов. Я увидел объявление о продаже российских военных касок и очков. При этом в России цена на них значительно ниже. Вот и решил немного заработать. В России в интернет-магазинах все это можно свободно купить. Но таможня остановила груз и в отношении меня возбудили уголовное дело. Я пытался объяснить полиции, что этими касками свободно торгуют в военторгах. Но никто и слушать не хотел. По словам мужчины, в документах эти шлемы и очки указаны как снаряжение. Но следствие заявляет, что это вооружение. Дело в том, что следствие ссылается на документы под грифом ДСП для служебного пользования. А Конституция говорит о том, что любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения. Относя единый общевойсковой бронешлем и очки защитные к артиллерийскому вооружению, следствие ссылается на пункт 3 руководства по эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения, введенного в действие приказом заместителя министра обороны России в 2018 году. Этот приказ не был опубликован. Более того, опубликованию не подлежал. Защитник вместе со своим доверителем просил следствие предоставить им эти документы, чтобы понимать нарушение, но следствие ответило, что все документы закрытые. Если невиновность мужчины доказать не удастся, ему будет грозить 7 лет по статье контрабанда вооружения.